Возвели здания, остеклили, монтируют систему отопления. Будущий инфекционный корпус детской областной клинической больницы уже обрёл свои очертания. Объект готов на 63%. Строители прокладывают сети наружного водопровода и системы водоотведения, монтируют внутренние сети вентиляции, отопления и электроснабжения. Однако есть отставания по срокам. Об этом шла речь в правительстве. Проблематика одна у нас не удаётся в проектную документацию в полном объёме для производства работ. Сейчас в иншенерной сети проектная документация срок 25-й, но 5-й выдача окончательно. Корпус будет состоять из четырёх блоков. На первом этаже разместят инфекционные боксы на 36 койк и приёмные отделения. На втором и третьем этажах поставят ещё 64 койки. Сдать объект планируют к концу 2023 года, а губернатор Алексей Русских поручил ускорить ход строительства. Большие изменения ждут поликлинику номер 4 в Засвияжье. Положительные изменения уже налицо. Отремонтированы два этажа. Отделение медицинской профилактики для удобства пациентов теперь открыли на первом этаже. Здесь ульяновцы проходят диспансеризацию и профосмотры. Обновили оборудование. Среди них новенький маммограф. Картинка у него очень красивая получается. Видно всё в мельчайших потребностях, всю патологию. Врачам приятно работать. В день проходит порядка 50, иногда и 60 человек. Смену это где-то 30 с небольшим человеком. Обустроили и парковку. Площадка на 60 машин располагается во дворе здания. В этом году должны отремонтировать третьи и четвёртые этажи, где работают узкие специалисты и терапевты. Параллельно капитальный ремонт продолжается в поликлинике номер 5 в Новом городе. Работы по нацпроекту здравоохранения начали ещё в прошлом году. За это время заменили систему водоснабжения, вентиляции, канализации и электроосвещения. Привели в порядок эндоскопические кабинеты и кабинеты УЗИ-диагностики. В этом году заменят окна, отремонтируют терапевтическое отделение и отделение профилактики.